Ребята, всем привет! Утро в Лос-Анджелесе сегодня пасмурное, небо все затянуло. Ну а наши приключения продолжаются. У нас сегодня очередной long-distance trip. Пошел раз мы ездили в Аризону, в Феникс. В этот раз мы едем в Сан-Франциско. Точнее, в город Ричмонд. Перевозим мы сегодня бабушку. Она побыла полгода в Лос-Анджелесе по работе. Она какая-то непростая, много зарабатывает. И она возвращается домой, вот в этот Ричмонд. У нее дом прямо на берегу Марина, своя яхта запаркованная, наверное, есть. Но не знаю, посмотрим, что будет. У бабушки здесь двухбедрумные апартаменты. Очень много книг, картин, всяких декоративных штук, одежды, обуви там тоже. Ну, гора. В общем, чтобы вы понимали, мы вчера в проем 9 часов только паковали все это, всю квартиру. Только запаковывали. И сегодня второй день работы. Мы сегодня будем как раз загружать трак и поедем уже в сторону Сан-Франциско. Если вы надумали переезжать в США и именно в Лос-Анджелес, либо вы уже тут и в поисках отдельного жилья, то есть вы не ищете комнату на подселение к кому-то, а вам нужно именно отдельное и, главное, недорогое по меркам Америки жилье, предлагаю рассмотреть вам вариант в комплексе студий. Там живут русскоговорящие ребята, которые подскажут вам, где что находится в Лос-Анджелесе. Если вы только прилетели, это очень поможет вам адаптироваться тут. Я и сам, когда только прилетел в США, жил в этих студиях и многое узнал от ребят. Чтобы посмотреть данный комплекс и заселиться в него, достаточно просто позвонить Анастасии. Если вы все еще в России и вам неудобно звонить на американский номер, просто сохраните его у себя в телефоне и напишите в WhatsApp или в Telegram. И вам там ответят и расскажут все подробности. Номер телефона Насти на экране и также в описании под этим видео. Все, трак мы поставили. Начинаем тихоньку загружать его тем, что вчера было запаковано. Второй трак стоит вон там за углом у нас. Подъедет, как загрузим первый. Да, ребят, вещей у нас очень много. Аж будет два трака. Проживала полгода наша бабуля в районе Лонг-Бич. Недешевый район, красивый, уютный. Это место мне очень напоминает Сан-Диего почему-то. Смотрите, здесь какая библиотека есть. Лонг-Бич Public Library. Ну, то есть, эта библиотека такая общественная получается. Прикольный стиль такой, она такая здоровая. Там, кстати, впереди тоже коллеги. Уверы загружаются. А это вот реклама, как выглядят внутри апартаменты в нашем комплексе. Вон они. Тоже на рампе трак без лифта в соседнем комплексе. В лифте обычная стандартная система защиты. Без ключей наверх не поднимешься. Вниз спуститься можно, а вот наверх уже не подняться. Здесь даже трамвай входит, он называется метро. Прикольный вид с седьмого этажа такая. Вон наш тройк стоит. Внизу там какая-то парковка. Соседний билдинг. Коллеги, что-то привезли, нам выгружают. Клозу для одежды. Это только первый. Тут уже все вардругу убрали. Одежды, конечно, реально магазин открывать можно. Вы спросите, почему я без маски хожу? Потому что заказчица сказала, что она прошла двухэтапную вакцинировку. И если вы хотите, работайте без маски. Она как бы вируса не боится. В ней дышать невозможно в этой маске. Загрузку мы планируем часа в пять. Ну, я думаю, что успеем. За пять. На дистанцию. Нам еще одного человека дали. Лил Уэйн. Скала Уэйн. Дуэн, дуэн, да? Ну, он не может отмечать. Короче, очень сложное имя. От него жесткий перегар. Он сейчас немножко покурил травы. Вроде ему полегче стало. Он начал работать чуть-чуть. Короче, Dream Team. Никита у нас второй водитель на другом траке. Формандрайвер. Уже просит проценты за простые права. Мы же в Америке здесь. Любое дело. Нас ждал плачивать. Вот так вот. На балконе есть какие-то коробки. И вон то кресло надо будет забрать. Вон у нас трак. Прям что-то там у нашего друга поймали. Объясняют ему. Там уже вещей поднатаскали. Надо мне стыковать идти. Пошел я вниз. Вон патя у кого классная. С бочкой. Нам сегодня четвертого друга дали помощника. Друг что-то пропал. Уехал. Он должен возить. Его задача была к траку вещи. Но он уехал и пропал. Никит, объясни, что так не работает у нас. Проблема в том, что у него ключи от лифта. И мы не сможем подняться назад уже без ключей. Надо самого найти, ключи забрать. Блин, да работа нелегкая, да? Дали четвертого человека. И он должен был помочь по логике вещей. В итоге он только осложняется. И нянчимся с ним ходим туда и вот сюда. Из-за него дольше будем грузиться. Это мой друг нашли ехать. Стоит открытый лифт. В нем двойка. Но в нем нет нашего друга. И лифт никуда не едет. Походу он еще и лифт сломал. Ко всему. Напарник. В общем, мы выяснили, что случилось наконец-таки. Он пытался уехать на лифте. Лифт что-то не сработал, заклинил. В общем, сломался. Подошла девочка-менеджер этого комплекса. Ну, просто которая показывает номера. Там помогает заселению. Бумажки оформить. Ходит, проверяет там по территории комплекса. Гуляет. В общем, она подошла. Начала ему что-то рассказывать. Повела его по всему комплексу. Показывать ему альтернативные лифты. Где можно подниматься. Что-то там куча ненужной информации. Мы ему говорим, чувак, тебе нужно загружать. Тебе не нужно ничего искать. Ремонтировать лифт не надо. Это не наша задача. Ему лишь бы погулять. Он такой, знаете, как летящий. Вот так мы говорили раньше по институту. Ему сказали там туда. Там позвали, он туда пошел. Тут позвали, он сюда пошел. Короче, мы с ним намучимся сегодня. Это жесть. Говорю ему, чувак, подвози просто by the truck. Около трака, рядом с траком поставь. Не надо inside, no. Не надо внутрь. Стаковать буду я. I will stack. Так, no worries. Он привез и все равно сам застыковал. Вот этот вот столик, у него ножки, он декоративный, как это, резной весь и очень-очень старый. У него ножки наладаны, дышат, он на него положил вот этот здоровый стол. Одна кочка, одна вибрация, эти ножки подогнутся. Отмечать буду я. Ну я и Никита, два форума драйвера. Будем исправлять ситуацию. Все как обычно. Вот. Уже более-менее похоже на человеческую стыковку. Сейчас будем думать дальше, куда что вложить. Снял этот стол специально вам показать. Он мега старый. И мега хрупкий. А, смотрите, как ножка ходит. Я точно бросаю благоприятные. Я тебе и контент делаю. Как наш супер напарник крутит косяк прям в траке. Ну что, хочет человек расслабиться. Что вы пристали? Конечно. Устали же уже все. В конце концов, отдохнуть надо. Работать, что ли? Все. Все следит. Два часа и все. Я, конечно, не хочу быть пессимистом. Ну что он опять наделал? Но говоришь человеку, я буду стыковать. Я все сделаю. Зачем вот этот стул здесь стоит? Как к нему стыковать вещи? Стул кладется сверху. Кто кинул третий стул наверх? Ну вот. Вот этот стул. Вот этот вот стул. Его не надо было кидать. Там он лампа. И он эту лампу раздавит. За что мне все это, а? За что мне это наказание? Все исправил. Чего я так парюсь за стыковки? Потому что не хотелось бы что-нибудь разбить и не получить чаевые в конце трехдневного мува. Это было бы глупо, во-первых. Во-вторых, ну кому понравится, когда его вещи ломают? Мне бы такое не понравилось. А по поводу... Они все дуют, понятное дело, и на работе, и каждые несколько минут, и каждые два часа буквально. Вот. Но есть те, которые дуют и работают, там фигачат. Есть те, которые дуют, и они просто теряются. И это не работает, и мучение начинается. В треке так безбожно пахнет марихуаной. Вон там его сумка. Все причиндалы, чтобы закручивать. Я решил ананасика поесть, сахароподнять и настроение себя. Так, ну все, кровать я разобрал. Сейчас ребята ее скрутят, оставшиеся детали. Я побежал под стыковый трек. Трек почти полный, сейчас последнее догрузим. И будем менять полный откачу я, а Никита привезет пустой трек. О, мне сколько тут поднавезли. Работы, непочатый край. Так, как бы мне пройти тут треку. Для большей безопасности я еще одеялами прокидываю немного. Чтоб совсем все целое было, не поцарапывалось. Сейчас, в общем, нам надо будет заехать где-то перекусить, потому что все голодные, ужас какие. Девять часов фигачили. Перекусим и все, и на Сан-Фран. Нам где-то семь часов сейчас ехать. Желательно как можно меньше остановок, чтобы быстрее доехать до отеля. Примерно часа в два планируем быть в отеле. И тут есть мой любимый Starbucks. Наконец-таки я пойду возьму кофе, потому что уже, ну, рубит. После девяти часов такой тяжелой работой, считай. Без брейков, без перекусов. Ну, ананасы поел. Тяжело, прям утомление такое. Поэтому подумайте, ребята, стоит ли вам идти на амуринг. Не такая уж это хорошая работа. И тоже, скорее всего, мы будем часов в девять разгружаться. И тоже ночью я буду, ну, будем ехать назад. Леха пока ждет свой заказ в Панде. У меня еще контейнеры из дома есть. Жена готовит, чтобы я питался более-менее правильно. Поэтому сегодня я на правильном питании. А вот завтра уже придет. Нету холодильника, поэтому хранится все один день. И опять у нас очередной олдскул. Смотрите, какая бомба. Мустанг. Кто хотел бы прокатнуться? Нравятся мне олдскульные тачки. Блин, я бы прокатился на такой. Что думаете, ребят? Погоняли бы вдоль первой трассы, вдоль океана на такой машине? Пишите в комментариях. Запарковали грамотно траки. Так, наверное, никто не паркует. Забыли самое главное. Став закрыт. Ну ничего, нормальный отель. Широкие коридоры. Бай-бай, Никита. Ты подойдешь? Та-дам. Телефон. Что там надо еще есть? О, смотри, что я вижу. Наши траки стоят на месте. Куда ты пошел в чужой трак? Никита звонит. Алло. Алло, что вы спите? Да какой спите? Мы уже в траке. В 10.30 договорились встретиться. Ну, все, окей. Я подхожу и просто с этим разговариваю. Кажется, мы приехали. Вот такие дома красивые. В одном из них живет наша бабушка. В том самом, который прям первая линия. От залива. Возле Марины. Деревья интересные какие-то здесь. Да, конечно, тут райончик вообще. Я бы тут, конечно, пожил. Дома прикольные. У меня не такой старый дом. Офигенно вообще. Такие улочки. Так уютненько. В траке работать, разгружать полегче. Ну, казалось бы, на первый взгляд, чем ходить по ступеням. Поэтому сейчас этот трак я доразгружаю первый. И передам кому-нибудь из ребят. Пусть тоже немножко передохнут. А сам пойду по лестнице покатаюсь. Так, это у нас четвертый этаж. Здесь у нее офис. Выход на крышу есть. Да, по четырем этажам мы, конечно, сейчас побегаем, как следует. Зато какой вид на Марину. Она сказала, что у нее, кстати, нету. Яхты у нее нету. Вид шикарный. Армувер из Сан-Франциско. Татарин. Классный парень. Веселый. Бодрый. Активный. Работает быстро. Молодец. Вообще, все татары, с кем я имел знакомство, все отличные люди. Вообще, татары мне нравятся. Но, может быть, мне так повезло. Кто-то и думает иначе. Вот. Тем не менее, у нас уже пустой трак. Сейчас вот этот стол выношу. И все. И будем менять траки. Следующий будет полный, просто под завязку. И климат тут, ну, океан рядом. Климат мягкий. Все, в общем, для людей. Смотрите, какая красота. Здесь у нас разгрузка с рампы. Это, конечно, ужас. Я хотел предложить, но что-то ребята не больно хотят на рампе разгружать. Придется мучиться. Подумайте несколько раз, прежде чем ехать в Америку и устраиваться в Моинг. Это все очень непросто. Сейчас мы можем заезжать, брать, доехать. Можно, да, по очереди. Может, кто-то вон выкатывается. Так даже, я думаю, сочет, а сюда выставлять. Как удобно. Как по кайфу. Мне сам Франциско очень нравится. И я даже мог бы рассматривать его как альтернативу Нью-Йорку, если переезжать в какой-то город. Потому что Лос-Анджелес все-таки такая деревня для меня. Ну, и не только для меня. Но в Сан-Франциско вот эти дома, трехэтажные кондо, это, ну, классика Сан-Франциско. В основном, примерно он весь такой город. И дома примерно все такие. И, соответственно, работать на Моинге здесь... Я бы не хотел переезжать в Сан-Франциско, чтобы работать на Моинге. Потому что здесь это намного тяжелее. Да, ставка выше, платят больше, но работа намного тяжелее, чем в том же Лос-Анджелесе. Такие небольшие комнаты в Сан-Франциско. Очень удобно в каждой комнате. Везде есть стикеры на стенах, что куда ставить. Это ванная комната. Плозет вообще маленький для одежды. Совсем маленький. Так, и на втором этаже еще есть... Это ландри. Запчасти от кровати. Так, есть еще гости. Гостевой туалет. И вот две маленькие комнаты. Тоже маленький класть. Вид на улицу. Вон там наш трак стоит. Наверное, не видать его. Сейчас из другой комнаты. Вторая комната тоже маленькая здесь. Примерно такого же размера. Тоже класть для вещей. Я не знаю. У нас, ребят, в следующей ситуации закончили только первую работу. В офисе подкинули вторую. Сказали срочно, пожалуйста, нужно сделать, загрузить человека, чтобы привезти его в Лос-Анджелес назад. Поэтому мы сейчас приехали на загрузку. Она небольшая, но часа три она будет. И, скорее всего, мы остаемся на вторую ночь в Сан-Франциско. Потому что въехать в ночь после адского мува сегодняшнего все устали. То небезопасно раз. А во-вторых, это тяжело. И зачем себя мучить лишний раз? Тут тоже такое прикольное тихое местечко. Вон, мы загружаемся вовсю. Ну, в принципе, там быстрая загрузка. На самом деле, там полный гараж забитый. И еще часть, там что-то мебели, каких-то вещей у них в ливинге стоит. Я думаю, это будет загрузка часа три, наверное, или четыре. Посмотрим. Мы освободимся, наверное, часов где-то в десять, ближе к одиннадцати вечера. Но это нереально. В ночь, потом семь часов ехать, это слишком тату-мач. После такого адского мува, если бы у нас была легкая разгрузка, это еще было бы оправданно. Леха, что думаешь? Едем домой? Нет, конечно, сейчас тут зависим. На пять. Да, ты даже на пять думаешь? Вон, сейчас восемь вечером. Ну, считай, часов в одиннадцать у нас освободимся. Ну вот. Да это самоубийство ехать после такого мува адского. Да, а смысл какой? Я не вижу смысла. Если бы нам за это переплатили, или что-то мы с этого поимели, а то мы поимеем только наше устало. Ну да. И поимеют, то есть, у нас 70% стафа будет на пробах. Мы их просто встаем, даже не вынимаем. Ну да, через три недели. Вокусство будет два часа, Макс. Короче, я опять стыкую, пацаны собирают. Полный гараж. Местечко вообще классное, мне здесь нравится. Такое тихое, спокойное. В итоге небольшая халтурка, как позвонили с офиса, нам сказали, ребят, да там быстро гараж загрузите и все превращается. Вот почти полный трак. Хорошо, что у нас два трака. А стыкуем не в потолок, потому что очень много тяжелых коробок, и если их стыковать друг на друга, они просто промнут и поломаются. Только так, все самое легкое, вон детская машинка, вот сверху положим. Все остальное мега тяжелое. Даже вот этот кондиционер, я его не смог поднять. Заехали мы в отель, дико устали, мы от этой второй работы. Все загрузили, высыпаемся, едем работать. Давайте покажу номер. Смотрите, у нас какой со своей кухней. О, с видом на кусты. Все, отдыхаем и завтра с утра стартуем. Мы еще минут 10 ехали от Шлагбаума до этого дома. Это очень огромный комплекс. По-моему, все холмы он занимает. Мега красиво, тут столько домов. Всякие замки, прям один дом крашит другого. Вот, нам все нужно вот сюда в гараж выгрузить. Тут уже какого-то хлама полно. В общем, нам надо найти место для того, что мы привезли. Вот, никого в доме нету. Нам заказчик остался в Сан-Франциско, естественно. Он приедет сюда через какое-то время. Там идет ремонт и дали код от кодового замка на въезд и здесь тоже на вход в этот дом. И все. Поэтому квартира, дом пустой. Сейчас разгрузимся и все, и поедем на базу. Просторный домик такой. Холл. Опа, все ремонт. Выход на бассейн. Кухня у нас круговая. Вот эта вся территория, все вот эти холмы. Это один огромный комплекс. Вон замок там какой-то с серой крышей стоит. Свой бассейн есть. Прям на обрыве. Привет, соседи! Можно кричать по утрам. Блин, высота сумасшедшая. Давайте перейдем к самому приятному. Это подсчету денег. Сколько получилось заработать за эти 4 дня. У нас получилось 46,5 часов работы. По 22 доллара. Плюс бабуля дала хорошие чаевые 263. И плюс вторая работа, которая непредвиденно упала нам. Там тоже ребята дали чаевые, по 50 каждому. Итого 1336 долларов за 4 дня. Не могу сказать, что это легкие деньги, потому что мы обычно привыкли и морально готовы к двухдневному трипу. Тут получился четырехдневный. Немножко было тяжело. Но вот так вот они зарабатываются деньги. Вот, ребята, спасибо за просмотр. Увидимся в следующем ролике. Нас ожидает трип в Лас-Вегас. А если не будет этого трипа, то очередную смену на доставке могу показать вам. Потому что доставка, там тоже куча своих приколов. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok